Лес должен рационально заготовляться, перерабатываться, не должен от этого получать прибыль, должен выполняться бюджет, должен обеспечиваться рабочие места, должно быть обеспечено прямое налогообложение конкретных фирм и частных предпринимателей. Незаконные рубчики должны быть подвергнут преследованию со стороны силового блока и привлечения к логовой опасности. В начале октября проводим широкомасштабное совещание с контрольными органами, следственным комитетом, прокуратурой, работниками управления внутренних дел главы войск области по незаконным рубкам, по пресечению незаконным. Это первое. Второе. В департаменте финансов совместно с департаментом государственного курса подготовить предложение по уделению из резервного фонда средств на авиарисоохрану и на обеспечение мобильными групп всеми современными средствами связи. Все, что мы наблюдаем с воздуха, должен немедленно координироваться на земле. Третий. Значит, департаменту, правовому департаменту подготовить предложение ФРКОА и Уголовный кодекс Российской Федерации, не по увеличению срок уголовного наказания, потому что, ну, сейчас при либерализации Уголовного кодекса это делать невозможно, а по увеличению штрафа, вплоть до конфискации имущества и денежных средств на счетах приличенных уголовных действий по этой статье. Погутовить предложение, срок в месяц. Четвертый. Изучить опыт Архангельской области по аэрофотосъемке и паспортизации каждого дерева. Они эту программу запустили два года назад. Они сканируют, делают аэрофотосъемку с вертолета и самолетом, и через месяц проверяют. Там, где арендованный участок выделен, под лесозаготовку, это одно. Там, где не выделены, облет позволяет моментально определить количество деревьев, умывших путем работы черных лесорубов с территорией конкретной территории. И последнее, в октябре предстоит предложение поведения чрезвычайной ситуации по выявлению несанкционированной балки леса в конкретных районах молодой скорости. В районах много динам. Все вас нам не накрыть. Мы накроем самые проблемные районы. Продолжение следует...